«Музыка», аплодисменты Можно было бы, конечно, всех вас апро ensierung системами, я орёл немножечко, немножечко, познакомитесь, ознакомитесь друг с другом. Наш наш γлаз не противоречит этой истории. Т.е. вы поворачиваетесь, знакомитесь, жмите руку и где учатся узнавать. Узрослись с геологией в истории иностранцев, которые однажды, как и вы, верили в нашу страну, прониклись русской культурой, российским простором, прониклись людьми, которые здесь живут, родились. В конце концов, наверное, станет стать немножко Руси. Герои первого сезона, созданного в 1922 году, стали 15 иностранцев. Это января, тайские фермеры из США, Джастенс Волкер, Милл, Дагоноский соревнователь из Италии, Англия Чертани, Ростовские аэтишники из Ирландии, 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 Нонс Мэтьюс и другие. Но, друзья, у нас не только организаторов, не только такая дилема, все-таки есть. С одной стороны, мы хотели бы презентовать вам, конечно, наш проект. Но презентация без шампанского, она всегда не очень веселая такая, да? Согласны? Мы же говорили на презентациях. Поэтому это будет и презентация тоже, но и мастер-класс. И я не даром сейчас говорю это слово, потому что мастер-класс сегодня предполагает, чтобы вы чем-то научились, какой-то новый навык обрели, приобрели и унесли с собой отсюда. И на залах публичной библиотеки. Мы тоже постараемся, чтобы это произошло. Поэтому мы вот так хотели построить наше сегодняшнее общение, друзья. Здесь собрались люди, причастные к проекту. Мы у них будем брать импровизированные интервью, почему я думаю, мы, конечно, я начну. Уж позвольте мне на правду еще это сделать и задавайте какие-то вопросы. Если у вас появится порыв, задавайте вопрос с места, это дело звоняется, принимает руку, у меня есть вопрос, задавайте. Да, вот это очень важный момент. Потом обязательно услышим продмены, подкастов с вами. Кое-что увидим на экране. И свои вопросы, еще раз повторюсь, вы сможете задать. Мы предлагаем вам два QR-кода. Два QR-кода на WhatsApp и Telegram. Давайте сейчас увидим. Вот они. Увидим их на экране. Вы можете писать сюда. То есть скамерно вам в этом два QR-кода. Один на WhatsApp, в WhatsApp и Telegram. Вы можете писать сюда свои вопросы. В течение дня времени. Можете им не задать устно, а написать их. И за три самых интересных вопроса вы получите призы сегодня. То есть кто-то уйдет вот сегодня просто со своих случаях, да? А еще кто-то мне вынесет. Не забывайте писать, пожалуйста, в свое время фамилию и вуз. Чтобы мы потом определили какие-то три вопроса. Вместе с уходом с 50-50, которые вы зададите. Вот. Чтобы мы понимали, кто эти люди, да? И еще, в ВКонтакте кто завидел из вас, друзья? Я не люблю иностранных студентов, вы не очень иностранных. Кто в ВКонтакте завидел из вас? Это мало людей, я вижу, которые пользуются популярной сетью. Вот, вот, малый человек. Вы не иностранные студенты? Вот. Друзья, ВКонтакте пишите свои посты, пишите посты в сторис. Вот сейчас то, о чем мы говорим, то, что вы видите, да? Собачки помечают Европетия и журнал «Нация». Бусть на меня есть, да? Собачка, журнал «Нация» сразу появится. И также в Европетии то же самое. Самые интересные, самые не просто ваши мы. И мы поделимся, и они будут на наших страницах. Итак, после такой длительной переливии, все-таки любить тебя тоже нельзя, позволяйте начать. Я начну с главного редактора журнала «Нация». Он вооружился собственной продукцией. Это Андрей Бежной. Давайте поприветствуем его. Да, я буду, может быть, вставать, надеяться, вы на меня сильно в этом смысле, не по мне не обращайте. О, я бы как-то отвернулся от всех. О, у меня вас есть. Да. Вот такой вопрос, наверное, самым расходу и самый важный. Как делается вообще идея этого проекта? В прошлом году мы решили принять участие в конкурсе награды Президентского фонда культурных инициатив. Темой этого конкурса было противостояние санкциям, которые применены были к России в прошлом году, отмене российской культуры. И можно было поступать по-разному, но мы решили идти с позиции мягкой силы и какие-то пророссийские мнения, российские ценности показать не от лица людей, которые здесь родились, а от лица в тех, кто приехал сюда в создательном возрасте, сделал свой выбор в кольцо России и принял Россию под свою вторую родину. Вот так мы начинали, но мы не думали, насколько это все получится классно и интересно. И для нас в первую очередь, потому что довольно старый фильм, фильм «Марсианин» с Мэттом Деймом, помните? Человек оказывается в совсем незнакомом для себя месте, в условиях, в которых он никогда не был, и он должен как-то обустраивать свой выбор. Но он там был один на массе. А в России каждого приехала сюда, окружает большое количество разных и в общем добрых, и хороших людей. Это рождает какие-то новой истории, это рождает семьи, которые создают наши герои. Вот в смысле самих историй, в смысле реализации, чем этот проект отличался от тех, которые были желания когда-то реализованы? Только и героями, что они иностранцы? Ну, в первую очередь, самими героями, потому что все эти люди любят Россию, потому что они могли бы уехать, если бы они любили, они не привязаны к этой стране, вот кровью, какими-то родственными, мусорами. Все эти люди не обыватели, это люди пассионари, люди состоявшиеся, и они могли бы состояться, наверное, и во многих других местах, но они сделали выбор в пользу нашей страны. И... был еще как-то док вопрос? Нет, док вопроса я не был, но просто в плане организации... В плане организации было как-то сложно, потому что были трудности перевода. Трудности перевода даже на этапе договоренности. Это мы сейчас... Слушай, а просто если человек по каким-то причинам не обладел русским, живет недавно, говорили вот... Ну, ну... Вообще, в смысле, для юристических склонностей, скорее всего, его не будет в наших соцсетях. Ни наших соцсетей не осталось. Вот. Иногда люди не могли до конца понять, что требуется. Ну, наверное, да? Вот это было сезонно? Да. Ну, честно говоря, я помню, что, например, будет ли сейчас на работе второй сезон? Да? Это уже становится сериалом. Будет ли третий? И вообще, от чего это зависит? Вот такой вопрос. Если можно, то, например, я думаю, что будет третий. Я только что вот пока ожидал начала на Google ВКонтакте, в котором я тоже зарегистрировал, что ровно 98 дней осталось до начала Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Я бы сказал, до Нового года. Нет, нет. Ну, не 90-го. Да. Окститесь, Владимир. Вот. И Всемирный фестиваль молодежи, мы помним, это событие в советское время, да? Оно открыло нашу страну, советские люди. Сколько людей родилось в России, в Советском Союзе после этого. Поэтому, я думаю, это может стать ну, как бы отправной точкой толчком для нас и для наших партнеров из президентского фонда. Мы бы очень хотели, потому что для нас Светлана Главатина, она со мной автор. И она искалитила в Россию и таких нашего героев. мы обязательно и дальше мы и дальше. Да, да, да. Так вот, для нас этот проект это отдушина и отдохновение на самом деле. Потому что еще лет 8 назад, 8-9 советник президента по технологиям интернету, Герман Клименко учил сайты делателей, а мы тогда только начинали на оценку интернете, что в соцсетях вообще не заходят хорошие истории. Только негатив, то, что можно поддержать дизлайками, типа, ребята, хотите там монетизироваться, хотите получить свои 15 славы, ищите негатив и работайте в этом направлении. Но люди так его наелись, что хорошие истории сегодня очень востребованы, и а вокруг нас очень ну такое пустое поле. Ну мы может и радуемся этому, но и с другой стороны без конкуренции сложно работать. Ты до конца не понимаешь, ну не сталкиваясь с лаптями, ты не понимаешь, что там сильнее, лучше, да? А вот по сериалу, то есть и далее сериалу, во всем мире с успехом прошли уже, по-моему, три сезона сериала «Тед Лассо». Возможно, вы смотрите, да? Нет? Вот. Сериал очень хорошим, в очень добром иностранстве в другой стране. Там американец-тренер по ошибке приезжает тренировать футболистов, хотя он американский футболист, разные виды спорта. Вот. И ничего не происходит, никого не убивают, никто, по большому счету, никого не подставляет, да? Но заходим, сводят все три сериала и отдыхаем. Вот. Мы стараемся делать что-то подобное «Тед Лассо». Наши целяли тоже, я сказал уже, что все люди хорошие и, на мой взгляд, очень много юмора. Ну, тоже обязательно поговорим. Спасибо. А там еще слайдер, по моему мнению. «Тед Лассо». Веселый малыш, а не просто Веселый малыш, он американец. Он нам подарил слово «Акушимангельдон» России. А, Тармагельдон, да? Да, я с вами сегодня помню. И он, героиня этого сезона, Прима Борисовина, Ростовского музейного театра «История». Ее родители танцевали в местном песновении. Были и Маус, и Куфи. Тоже очень хорошая, ярко советую ее найти. И все эти книги прочитают. Легко читать, нет в инок словках. Кто-то на себя их вернул. Спасибо, спасибо, что отвечу. Вернемся к вам, ребят, обязательно. Вы отоплодотворили? Да, я на личную. Есть поясния микрофона? Нет, мне не с толком. Я только с толком говорю. Можно я без микрофона? Ну, не знаю. Хотя, я не очень слышал, не очень слышал. Теперь, сотрудничество с нацией, да? С сотрудничество с аргументами и фактами. И не только так. Я говорю сейчас, где вы пишете, да? Пишите о разном, естественно, что разные издания, да? Для вас этот проект, о котором вы говорили, чем особенным оказался? Что у него такого было особенного? Почему сказать, что что-то новое было для вас? Нет, или куда? Ну, во-первых, мы рассказываем о хорошем, а сказать о хорошем интересно. Это отдельная история. Да, потому что на черновке глупаем мы все на счет членов. Второе. Этот проект для меня всегда квест, потому что люди устроены по-разному. И кто-то, слыша слово журналист, лезет за блоком, чтобы вы терюки. А кто-то начинает с тобой разговаривать. И мне каждый раз нужно подойти и объяснить человеку, почему он должен со мной поговорить. Когда мы визуально видимся, это легче. А когда по телефону, когда я с Великой Светлана звонит, это всегда игра. И вот переступающие себя, как же мы на эти первые точки, мы каждый раз поздравим позицию с героями. И это и очень интересно, и очень страшно. А я привела электроверт. Для меня это всегда тренера, полный ход, ну, как там мы бываем. Какие-то, наверное, герой вообще. Ну, вот есть задачи, да? 15 человек, каких-то найти и как? Ну, это наш главный уже объяснен, что это лучший пастернолий, который делает что-то хорошее для нашей страны. Я посмотрю, у нас много прекрасных сагалелых лиц, это мои потенциальные герои. Можно я спрашиваю у нас мастер-класса, у Саманты, да? Саманта, какой врач? Я не услышала вообще про песню. Студента, будущего кто? Врач? Врач, да. Вы хорошо говорите сейчас, Павловский, или петель? Окей, а есть кто-то, кто хорошо говорит Павловский? Первое. Как на сегодняшний день, вы хорошо позовут? Исмаэль. Исмаэль. Какую-то длинную фразу скажите, чтобы я услышала, что это хорошо? Какая любая длинная фраза? Какая погода сегодня. Какая погода, земля. О, отлично. Можно мы с вами минутку поговорим? Просто для того, чтобы меня зовут все главные. Исмаэль. 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 Я приехала в начале, очень холодно было для меня. Я приехала в ноябрь. Это было уже немножко... Ну, зима уже началась. Первое, что меня удивилось, люди. Все быстро гуляют, все занимаются своими динами, и вообще никого на меня не обращают внимания в тот момент, когда я этого вообще не знаю никого, поэтому мне как-то страшно было с кем-то общаться или пойти к встрече. Ну, вот так вот. А родители ваши чем занимаются, семья ваша какая-то там, на вашей родине? Моего отца, он инженер на профессии, но моя мама на вашей родине. А у вас сколько детей всегда? Четыре. Вы получаете среди, не да? Да. То есть вы приехали сюда, холодно, не знаете ничего по-русски, такая атмосфера. Вам должен был кто-то помочь в этот момент. Кто это был? Вообще никто. Сначала никто. Должен бы кто-то прийти, мой переводчик. Никто не пришел. А потом оказалось, что там есть иностранные студенты, которые давно уже в России живут. Я с ними встречался в комнате. Он из конга, я помню. Он мне показал своего братья, и братьям мне помогут. Вот я просто звонил и встречал. И постепенно, постепенно. Постепенно все, да. Постепенно привыкну к людьми, привыкну к языкам. У меня были такие хорошие выборователи просто. И вот. Постепенно помню, что люди добрые. На подфаке там маленькая большая семья, международная. То есть, разные люди. Хотя они все много из Африки, но они разные. Разные страны, в разных языках. И русский язык был тот язык, который у нас отбудили. Угу. И я, поскольку не буду очень долго, у нас только 2 часа, может быть, я вам задам наш коронный вопрос, ради которого и создан этот проект. Вот за эти 5 лет, в чем вы изменили? В чем вы стали немножко реальными? Мысли? Какие-то действия? Может, разуваетесь? Или наоборот? Да. Не могу сказать, что я себя открепленю. Вот просто. Я стал приходить к людьми. Я стал все делать для себя. Ага. Не как раньше. Я активно сейчас как-то работаю. Как русскими, которые могу уйти. Детей работают. Мы, наверное, юноши, допустим, работаю. Это удивительно как-то. Мы там выноши, и сразу вот, да, найдем работу. Ага. Я тоже стал так работать. Вот в чем плюс вообще. Ну, вот какая-то русская черта у вас появилась. Я поняла про работоспособность. А еще что-то? Может быть, полюбили бы двор, словно говоря. Вот что-то неожиданное для вашей нации. Ну, что пиво, я не знаю. Ну, давайте про кулинарию. Вот, допустим, что из русских блюд вам в столовой? Больше нравится? Да. Их умроты, я могу сказать пюре. Пюре? Мне не нравится, как вы это сделали с молоком. Русский мат, вы освоились это? Ну, русский мат, наши слова, выражения крепкие. У тебя порядок? Нет. Никто не скажет, расскажите мне, да? Когда... Меня знают. На первом курсе у меня был друг, который за мной интересовался. Много вопрос задал. Короче, у группы людей как-то думают, что ты не понимаешь, что он с тобой не разговаривает. И он пришел, например, обещал, начал спрашивать, спрашивать, и он мне это все научит. Он сказал, я послышал, что такое этот слов. А это, значит, он мне по-русски еще объясняет, я как-то помер и... ну... Ваши информация разные значения ничего не имеет. Это отдельное, если ты поскать. Юлишний только так определил. То есть, сегодня вы уже немножко опуски. Мы тоже. Спасибо вам. Опуски, друзья. Спасибо. Маленькая песок, что произошло на наших глазах. Что я имею в виду, кто ведь ищет из вас? Кто учится на медиа? Медиа. Ну, молодой человек. Почему вы не принимаете руку? Я же знаю вас. Вы же придете и говорите на сессию. Понимаете? Вот. И мы с вами там встретимся. Я к чему-то сейчас спросил. Какие вопросы задавался Иван? Для того, чтобы разговаривать. Какие вопросы? Да, элементарно. Есть вопросы открытые и есть открытые вопросы. Открытые. Для того, чтобы человек рассуждал, а не односложно отвечал. Правильно? И вот этот вопрос обратили внимание, да? Вспомните свои первые идеи. И человек начинает сразу потихонечку попытаться вспоминать. Теплеть начинает. Это было видно по нашему сегодняшнему реализированному герою. Да? Согласны? Друзья. Вот это и был. Вот это и был такой маленький простиркласс. Я не отпускаю вас еще пока. Потому что так как мы нашли нашего сегодняшнего героя, это достаточно просто. Вон он перед нами сидит. Мы увидели, что он был цвета кожи. Так что иностранец. Давайте поговорим. А как вы искали в основном? Можно я одну смешную историю? Да, пожалуйста. А как вы искали? Да. А как вы искали сегодня? Я еду в Воронеж. Мы договариваемся с Пируанцем, по-моему. И он мне и кидает буквально один завтреть. А он мне и не он. Я говорю, Андрей, у нас дырка. Это очень плохо. Потому что у нас справка. Это сложно. И я совершенно расстроена в чувство, как все скулы, что я воспоминаю, что есть воронежий парк, как рядом с иностранными людьми, где учатся иностранцы. Я похожу в этот парк. Саня Руслан Лаврович. Начинаю присматриваться. Так, возраст. У меня тоже. Возраст. У меня есть взрослый уже говорит по-русски. Хожу, как улица вокруг, прислушиваюсь. А там, где-то и детьми были, семьи. И на каком-то моменте я уже была с этой жертвой, в котором я буду подханывать. Как я буду это делать? Я еще не привыкла от этого момента. Пишу Андрея. Я говорю, вот еще был 6-3 апреля. Я ему там слушаю и ищу на универ. Потому что у нас уже закрепили парню. Пицца в небо. И до последнего момента, 25 минут на выход, я вдруг нахожу в Кубинский чемпионат, чтобы быть два милыша. Да, вот это он. Господи, да. Можно я не спущусь, потому что я себя чувствую ужасно, когда я сижу. Короче, я ищу, живу. Это так. Надо сказать, по чем он чемпион? Да. По панкаратиону. То есть это чемпион, чемпион мира. Да. Чемпион мира. Приехал в Россию. Папа у него бенец, мама русская. Это очень сложная история семьи. Он работал на судьбе, ловил рыбу, потом приехал за срок к нам, потому что у него там не было денег, даже на германии. И вот я его нахожу, и у него контактов у меня нет. И вот у него был первый час. И за этот час мы успели поговорить. по-русски он говорит «плохо, но переграв мне было негде», «да, я подготовила, сейчас еще нам один цели, будет кому-то пригодиться». Часто я предполагаю, как может развиваться беседа, хотя она еще не развилась. То есть я прописываю себя за семинарием. И понимая, что по телефону я слышала, что плохо говорит по-русски, я изучила кубинские традиции и отличия, выписала себе, и когда мы разговаривали, задавала вот эти вопросы. Он мне отвечал, что он слышал, и мы говорили, вот бабушка, вам сказку, допустим, рассказала в какой-то обместе, рассказывала, а кто главный кубинский сказок? Такой-то. А чем он пугает? Вот тем-то. Из этих группниц мы в финале создали текст. Так что это самый интересный, самый быстрый был поиск. И вот эти трое прекрасных людей здоровья, уже избежали учиться и пообщаться со мной, благодаря тому, что я должна улыбаться. Идем дальше. А в трое, в руле этого чемпионка мультфилова, какие любимые герои свечу? О, теологи. А это? Африка. Я вообще люблю трое в этих мужчинах. Вы видите, у меня, без使用ного приманива, это хорошее интервью. Это теолог. Да. Прекрасный мужчина. Он работал в Москве долгое время, был метродотелем в многих дневных ресторанах. У него феноменальная интересная история. Он приехал на оси учиться, собиралась выезжать. Однажды он выходит из метро, и видится перед ним падает девушка на пол. Я работаю у крупного бизнесмена, она как-то была, бухгалтера была. В общем, он ей помогал и так же не забылось. Через два дня отдался звонок. Она говорит, вы знаете, мы не будем работать. А он как раз думал, какие-то вопросы, какие-то вопросы, и я буду проводить министер в этой стороне. Потом мне была интереснейшая биография. Сегодня у вас старости деревня, поскольку он рассчитанный, и вот в них будет прекрасный семейник, великолепный человек, образованный. Его уровень знаний я набираю лучше, чем у меня. Так что я стала по своим впечатлениям, ну, и смешно, я туда очень трудно добиралась. У нас была интересная деревня, не помню, какая-то. Я вылезла из поезда в США, и дорога на карте была нормальная. Оказалось, что она проходит мимо этих больших складов, как ведерочка, метра, и вот больше ничего такого. А я реально, я же в гости приехала, я с овчанком, у меня жуткие ботинки, пальцы. Ну, так было все. И вот эти мужики раздружают свободой, и у меня звезда такая. Так, где третий взялся, пока пугается меня подсадить, проводить, помочь. Лежала я пыль, как 7 километров добежала, а обратно меня уже проводили другой дорогой, и оказались куда-то выходить. Так что вот впечатлилась. Это что такое деревенский стадоста? Стадоста? Это главный человек беременный, который решает вопросы. Освещение, дорога, ухода, коммуникация, вот все-все-все проблемы, которые есть в общежитии, все к нему. Все, и вокруг Бемогриты дали свет от себя дорогу. Появился один – дорога появилась. То же самое со светом, со всем остальным. Часто не вон депутаты шутку, он спирается, он отрыгивает. Он пока отрыгивается, но, возможно, будет депутат лучше нахожен. Еще какая-то есть разговорение беременного открытия? О, есть. Есть какие-то базовые правила. С порога ты, знаете, вот как собаки все решаются, они друг друга обнимают, чтобы все понять, что ты сердце представляешь. У людей, которые живут в мире, это то же самое. Первые 3-5 минут вы к другу присматриваетесь, и если с вопросами расскажите о вашей жизненном плане, это последнее дело. Мне кажется, что можно разворачиваться, уходить. Всегда есть такой момент прийти к вхождению. Мы разговариваем на эту гену. А то, когда я шла, я убегала от этих мужиков. Приятное интервью у нас получается, да? Ну, вообще, я шла, что это конство. Потому что здесь мы как люди открываются. И если мы к другому порвалились, а в вещество и золото как происходит, уже потом все идет легко. Плюс ко всему помогает человеку разбить все эти вопросы. Я говорю, не даю сразу сейчас, я буду говорить глупости. Вы меня простите, я буду фантазировать. И я придумаю совершенно эту бедовую ситуацию, я говорю, могу прикрывать в жизни. 90% случаев, если не такое, а тут близкое, могу. Я страшно радуюсь, что я такая умная. Я не радуюсь, что они вспомнили сейчас. Приемы этого самого уничижения, друзья, иногда работают. Я вообще врачок. Ну, вот если я буду там много вопросов, я вращаю внимание. И человек расслабляется, да? Это не специально. Я задаю ему вопрос. Я говорю, вот у вас красивая лопашка. У вас красный отворот. Почему он красный? Ну, я сейчас расскажу вам. По примеру. И всегда от этого можно вот это быть. Скажите, может быть, сейчас по ходу тела уже появились вопросы не телеграмм на WhatsApp, а вот такие, которые вы хотите задать устно. Давайте попробуем один план. И если есть. Да, вот эта девушка не снимая, она просто показывает, что она может говорить на самом деле, и делает хорошо. Вот. Для этого если микрофон, можно выйти и задать вопросы Светлане. Есть вопросы? Да можно с места. Можно с места, абсолютно. Да. Да. Пожалуйста. Вопрос. Да. Давайте я возьму. Понимаю теперь, почему Светлана без микрофона. Хочет говорить. Мартина Юлия Валерьевна, доцентка актеровского языка, Георинг, Ростовский государственный экономический университет. Светлана, такой вопрос. Ну, во-первых, спасибо огромное за БЛИЦ мастер-класс, как вести интервью, как разговаривать неразговорчивого, при этом интроверты, чтобы так сумел разговаривать с другого, но это нести по концу, Светлана. Вопрос такой. Мы понимаем, что проект «Из России с любовью» вы, как я поняла, объездили не то, что пол России, но, наверное, всю Россию. Вы находили вот эти изюминки, которые, я поняла, «Российское гражданство», да, помню? Чувствую, да, существую. И то, что спрашивал Владимир, как вы их находили, это мы уже помнили, другая история. Но были ли такие люди, которые мы не хотели вот категорически с вами общаться? Конечно. Все на других деле. И отказывались. Просто их не было в проекте. Все. То есть все, это закрытое. Ну, если человек не хочет, я показываю практику, я подрячу время, революционные деньги, свои нервы, а потом мы все там говорили, что еще много денег. И как вы это переживаете? Просто… Я пришла три длинные эмоциональные послания, а он красит мою руку и революционную. И вы нашли другого этимокологу, да? Вы тут же находились к убийцам. Ну, мы что-то закрываем. Но вот этот буклет, когда на меня вот кинули, прям, прям, что мне делать? Здесь у меня уже нахожусь. Дальше. Второй вопрос. Вот кто из ваших героев вам заполнился? Может быть, ну, он не один, наверное, а вот самая яркая звездочка, которая… «Я не люблю, никогда не пью, потому что я на работе». И стараюсь их перечать. Тут однажды, я приезжала, тут параллельская история была, и я прихожу на мельчанину, и он говорит, если ты со мной не будешь петь, я его с тобой разговариваю. И мы готовили два слива, где мы сказали «туплое яйцо», это ирландское приют, оно красиво называлось, но мы садили это «туплое яйцо», по честному. Садимся. Производку следующее, я сочетаю, просто нахожусь на следующее. Третьим он поменял, что герой иностранец Дэй Беннесс. Он пригласил меня в местный городский парк, который относительно напоминает ему родину. Но оказалось, что импортного первого в парке из-за санкций практически нет. И старый запас, осталось немного чем, что на липе индийского с грустью сказала девушка на варной истории, а остальное напоминающее ревентация Москва. Дэй вздохнул и прорычал. Проклятые артеисты, что с ними делать? И дальше в этом плече, что все это, я пылась с ним, но я оставалась, конечно, в трезвой память, как-то в четыре раза меньше. Мы хаватали. Пришли какие-то его друзья, которые русские. Кто-то приехал, даже люди в Донбассы, реванулись. Все они сели вокруг, выкладывали стол. Это была какая-то невероятная история. Это все много, конечно, вести в наш шест. Но мы подружились, и я по всем впечатлениям был открытость и так было. Потому что мы все люди зажаты, а он на себе позволит и все. Субтитры создавал DimaTorzok